Хортица, кладезь достопримечательности мирового уровня. Об этом говорят найденные там артефакты. Областные власти предполагают собрать все экспонаты воедино в одном музейном комплексе. А пока поздравили археологов с профессиональным праздником. Нам есть что показать и чем похвастаться, заявляют запорожские археологи. По их словам, то, что уже поднято с одна Днепра или найдено в Запорожской земле, может служить отличной туристической приманкой. Ведь эти артефакты не имеют аналогов в мире. Этот экспонат – это самый большой из отреставрированных экспонатов древней морской истории в пределах всего бывшего Советского Союза. Ну так вот, если по-скромному. Один из лучших экспонатов в мире. Это палаш, находка Валерия Вячеславовича Непедова и Дмитрия Руслановича Кабали. Если можно, в двух словах ваше предположение, что он собой представляет? Это, скорее всего, палаш сухопутных войск, потому что вот гарда, за которую вы держитесь, у сухопутных войск были из черного металла, у морских офицеров и на судах они были бронзовые, чтобы не ржавели. Из этого можно сделать 10 туристических мег. То, что я видел в Дании, то, что я видел в Норвегии, поверьте, там с одной доски делают два музея. Оттуда два корабля, тут можно сделать пять музеев. И я гарантирую вам, что максимум через 10 лет количество туристов в городе Запорожье будет исчисляться миллионами. Найдено много, а еще больше предстоит только отыскать запорожским ученым. На все проекты, естественно, не хватает денег. Областная власть заверила, потерять национальное достояние не позволят, средства будут изысканы. Археология сейчас в таком состоянии стагнации некоторым тяжело им, материально тяжело им. Я уверен, что мы создадим фонд «Запорожская археология». Мы его наполним реальными финансовым ресурсами. И с помощью именно специалистов, патриотов и профессионалов мы поэтапно будем идти и поэтапно будем решать эти задачи. Сделать из Хортицы достопримечательность мирового уровня, вопрос которой находится на контроле главы государства. По словам Александра Пиклушенко, на последней его встрече с Виктором Януковичем обсуждалась тема принятия комплексной программы развития национального заповедника. Я думаю, что к концу года мы уже в первом приближении будем иметь выводы этой рабочей группы. А 2014 год мы выйдем на окончательно то, что выпишем концепцию развития национального заповедника Хортица. В честь профессионального праздника Дня археолога лучшим исследователям истории Запорожского края вручили награды от имени областной власти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!